друзья всем привет с вами я адскрайбер на обзоре у нас huawei psmart z 2019 года буква z в названии означает что это технологичный инновационный телефон например как у компании он есть линейка x там тоже более инновационные технологии представляется в тех или иных телефонах так вот huawei psmart 2019 года z чем же он интересен давайте посмотрим в начале распаковка пока мы продолжаем друзья не забывать подписываться на телеграм-канал со скидками купонами и все такое ссылочки друзья все в описании внутри кабель юсб-тепси юсб-а зарядка 5 вольт 2 ампер никаких быстрых зарядок это печалька не очень хорошо скрепка мануал и наушники друзья по поводу наушников я послушал звук в них вы можете их сразу же выкинуть это мой вам совет или отдать допустим ребенку который вообще в принципе в звуке ничего не понимает побаловаться этими наушниками можно но не более того это наушники просто для того чтобы они были в моем комплекте не было никакого чехла я не знаю на самом деле должен быть он и здесь или нет но мне кажется чехольчик можно было сюда положить так интересно получилось что на моем канале это первый huawei поэтому прошу поддержать это дело все лайком и если у вас есть какие-то предложения что сделать с этим телефоном может быть краш-тест может быть что-то еще с ним придумать то обязательно пишите об этом в комментариях характеристикам перейдем первое это экран здесь большущий экран 659 дюймов и это наверное одно из самых больших достоинств этого телефона об экране внешнем виде поговорим немножечко позже full hd плюс разрешение это айпи ас матрица 391 пи пи ай размер самого телефона 163 на 77 экран друзья очень удивил несмотря на то что это и ps он держится очень достойно я даже сначала подумал что это amoled матрица потом посмотрел поставил характеристики почитал в интернете нет это обычная ps сравнил с амоледами думаю ну неплохо даже смотрится поэтому компании huawei респект за этот экран он гораздо лучше если его сравнивать с любыми перед никами в том числе редми ноут 8 про ему уступает по качеству экрана это для меня очень большое удивление отличный экран от компании huawei яркие хорошие насыщенные тона никаких нареканий смотреть видео на этом экране просто одно удовольствие а модули связи 4g работает во всех нужных бендах 3 7 20 все есть это глобалочка друзья поэтому здесь никаких проблем bluetooth 4.2 стариночкой а я не знаю почему они устанавливают такой старый bluetooth вайфай здесь на 24 и 5 гигагерц и это для huawei друзья победа потому что в прошлых овачках honor 2 и 4 герца было 5 гигагерц не было здесь есть отлично nfc работает все окей с коробочки потому что это глобалка gps есть все отлично внешний вид этого телефону удивляет передней панелью если говорить о ней то это абсолютно флагманский телефон если человек не понимает он видит один экран и смотрится очень богато очень красиво плюс выдвижная камера которую можно козырнуть друзьям на самом деле всем интересно посмотреть на это дело потому что не каждый имеет такой телефон с такой выдвижной камерой и за этот ценник ну очень даже очень достойно смотрится а вот задняя панель средненькая для 2019 года стандартный huawei или стандартный honor выглядит точно так же и ничем особо не привлекает внимание в моей раскраске он еще и черный поэтому все так как-то скучно уныло и не вызывает никакого интереса операционная система здесь android 9 пай фирменная оболочка и мюай 9.1.0 и недавно прилетели обновления все окей компании huawei в этом отношении работает жесты присутствуют оболочка настроена очень хорошо все есть но если честно и милай это не мое потому что ну не прет мне как-то эта оболочка я бы ее немножко переработал сделал другой дизайн более интересным более современный не то пальто хотя здесь можно все поменять настроить как вам угодно камер здесь всего лишь две основные камеры то есть есть одна основная на 16 мегапикселей апертура f1.8 не указана какая-то камера скорее всего от компании omnivision или же свои камеры они используют и дополнительно на 2 мегапикселя f2.4 то есть очень все скупо по камерам но мы посмотрим на что они способны фронталочка здесь на 16 мегапикселей апертура f2.0 видео камера снимает основная full hd качестве 30 и 60 кадров в секунду никакой стабилизации нету ни на фронталке не на основной камере давайте посмотрим примеры фото и видео фото сделано на основную камеру и обратите внимание на небо мне не очень нравится такая цветокоррекция потому что небо выглядит гораздо красивее а здесь она вот очень простое сделай небольшой кроп и обратим внимание на детализацию если сравнивать с другими конкурентами детализация плюс-минус неплохая допустим у redmi note 8 pro приблизительно такие же снимки получаются но конечно не на 64 мегапикселя а если вы фотографируйте стандартно следующая фотография это полу макросъемка и здесь в ситуация гораздо лучше видно отдельные волоски проработка очень хорошие по цветокоррекции все неплохо и эта фотография мне понравилась гораздо больше по цветопередаче обратите внимание на эту грань у redmi note 8 pro таким образом она передает если в целом сказать то фотографии плюс-минус хорошие но достаточно скучные фронталка для 2019 года очень даже неплохая нет каких-то лишних деталей все очень хорошо даже обратите внимание на задний план нет шумов видно отдельные волоски проработка цветокоррекция все очень достойно для 2019 года если честно точно такая же камера стояла на onr 8 x по сути ничего особо не улучшилось но она достойная для 2019 года центральный камень здесь кирин 710 и в построенный по 12 нанометровому техпроцессу это улучшенная версия 710 кирина и сейчас действительно его улучшили 710 кирин стоял на onr 10 light на huawei письма 2019 года кирин 710 и f гораздо гораздо лучше работает но вот видеоускоритель мали g51 это более печаль этого телефона об этом мы поговорим еще немножко попозже версия моя 464 и сюда можно установить слот под micro sd на 128 гигабайт кого типа памяти используется тоже неизвестно компания huawei это не раскрывает в antutu очень хороший результат 155 тысяч баллов и обратите внимание если взять сам процессор то он достаточно мощный 64 тысячи 500 баллов а вот видеоускоритель всего лишь 22 тысячи по сути в три раза проигрывает он основному процессору примеру видеоускорителя мали g76 выбивает 79 тысяч баллов то есть очень очень мощный нот как раз который стоит на про версия редмика миниджек присутствует сканер отпечатков пальцев тоже присутствует на задней панели очень хороший быстро срабатывает здесь проблем вообще друзья нет никаких айпи 68 сюда конечно же не завезли звук звук очень средний из основного динамика то есть если вы какой-то аудиофил то конечно это телефон не для вас в наушниках звук тоже очень даже средненькие некие настройки особо даже не помогает по звуку очень очень средненько а вот батарея здесь на 4000 миллиампер час и держит она друзья очень неплохо смотрите тест видео батарей на несколько телефонов плашечка сейчас сплывет сверху и там это телефон занял очень достойное место до полного заряда телефон заряжается больше двух часов конкуренты этого телефона редми ноут 8 не про версия обычная восьмерка и он r9x он r9x будет лучше потому что вот там 810 кирин он прям очень мощные сделали прям вот тут великолепно можно сказать полуигровой такой процессор для хобби получился я бы сюда поставил 810 и бед бы телефон наверно вообще не знал сверху разговорный динамик фронтальная камера выдвигается фишка этого телефона левая грань полностью пустая внизу миниджек основной микрофон юсб тайп си и основной динамик справа качелька громкости и кнопка включения выключения на задней панели если брать сверху второй микрофон для шумоподавления лоток для двух наносим карт плюс она наносим карта плюс micro sd сэлфи камер торчит две основные камеры плюс вспышка и сканер отпечатков пальцев на задней панели которые сделаны из стекла если говорить об играх я поиграл в нюэн тесте это очень производительная такая игра которая забирает очень много ресурсов и на максималках друзья телефон начинает подлагивать очень некомфортно играть на максимальных настройках если вы снимите их где-то на половину то тогда более менее окей во всем виноват конечно mali g51 он просто не тянет это не игровой телефон считаем плюсы и минусы этого телефона первый плюс это внешний вид если говорить о передней панели то она друзья прям очень в порядке потому что смотрится прям богато богат если возьмете флагман от компании силами он будет выглядеть точно так же но стоить он будет дороже второе вайфа есть на 2 и 4 5 герц здесь отлично поработали nfc присутствует а четвертое очень хороший качественный экран 5 батарея на 4000 миллиампер час очень хорошая и основная камера тоже принципе тащит очень даже неплохо из минуса друзья я нашел только один косяк и минус который мне не понравился это именно видео ускоритель mali g51 если бы сюда установили видео ускорители g70 серии то было бы все гораздо веселее а так вот это минус этого телефона и ценник друзья у официалов он стоит около семнадцати тысяч рублей я свой покупал за 16 800 с копейками недурная цена если учитывать что здесь выдвижная камера очень неплохой процессор но и смотрится действительно очень интересно солидно какие выводы друзья по поводу этого телефона это стильный внешний вид nfc и 4000 миллиампер банка очень отлично процессор который тянет все программы без проблем если вы хотите играть то это конечно не игровой телефон а вот для просмотра контента и поглощение контента этот телефон просто супер youtube фильмы сериалы серфинг по интернету просто замечательно потому что большой экран нет никаких лишних вырезов капелек монобровей и все такое друзья не забывайте подписываться на этот канал ставьте лайк этому видео пишите комментарии делайте репосты все такое это все поддержит мой канал